Колокольчик в руках первоклассницы сегодня символизирует не финал обучения, а начало большого пути для десятков тысяч алтайских детей и подростков. Бийский лицеинтернат в этом году открыл двери более чем для 1300 учащихся. Это современное образовательное учреждение. Более 90% его выпускников поступают в вузы страны. А в этом году трое получили 100 баллов по итогам ЕГЭ. Глава региона поприветствовал учащихся родителей и педагогов и особо отметил воспитательную роль образования в современном мире. Очень важно то, чтобы и преподаватели, и сами наши учреждения были готовы к тому, чтобы на новый учебный год найти силы и возможности, и не только чему-то научить конкретному наших ребятишек, но, конечно же, и их воспитать в духе и преданности своей стране, и краю, и любви к родителям, и уважению к своим педагогам. Губернатор поздравил и учащихся Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Василия Шукшина. Сегодня, в год 90-летия нашего знаменитого земляка, писателя, актера и режиссера в ВУЗе открыли его именную аудиторию. Профессор университета Валерия Никишаева впервые встретилась с Шукшиным в 1967-м, еще будучи студенткой. Одной из главных характеристик творчества и характера Василия Макаровича она считает трепетное отношение к малой родине. Во-первых, он наш земляк, во-вторых, биск для Василия Макаровича свой, родной город, ведь он учился у нас в автомобильном техникуме. А главное, он правильно и очень четко обозначил всем своим творчеством. Он человек малой родины, человек нашей земли. В аудитории представлены архивные документы и фотографии, научные работы выпускников ВУЗа о жизни и творческом наследии Василия Макаровича и, конечно, полное собрание его сочинений. Преподаватели отмечают, что интерес к Шукшину со стороны студентов не оставляет сомнений, что его биография и произведения будут еще долго оставаться предметом изучения многих будущих поколений. А это, пожалуй, лучший комплимент для любого творца. Глеб Поленский, Алексей Шаульский. Новости.